Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо, с вами Радайкин Максим. Я Борис Марсенкевич, всем добрый день. Якутская топливно-энергетическая компания E-Tech пересмотрела стратегию развития и на фоне перспективы переизбытка СПГ на мировом рынке отказывается от экспортных инициатив в пользу строительства кластера ЦОД и майнинг на 2 гигаватта. Борис Иванович, это как и при чём тут Эльга-уголь, собственно? Ну, давайте по порядку. Я, правда, не знаю, в какие временные рамки мы уложимся. Владельцем контрольного пакета якутская топливо-энергетическая компания является компания А-Проперти. Ровно так же, как она является владельцем контрольного пакета в компании Эльга-уголь. Связка здесь достаточно очевидная. E-Tech – компания с большой историей. Возникла она ещё в советские времена. Возникла она для снабжения газом столицы Якутии. Всё это находится в посёлке Кызыл-Сыр. Не очень далеко от Якутийска. Там, по-моему, километров 500 на север, на реке Вилюй. Небольшой посёлок. Но он центр Якутийской топливной энергетической компании, которая принципиально никуда не желает переезжать. Кызыл-Сыр – это база компании. Здесь и все ремонтные базы, и жильё для специалистов. И для них даже переезд в Якутийск абсолютно не симпатичен. 50 лет компания уже работает, и всё у неё в полном порядке. С того момента, когда у ЕТЭКа появились новые владельцы, одно из новых направлений, достаточно громко заявленным, это доразведка лицензионных участков, имевшихся, приобретение новых лицензионных участков. Информации много, но она совершенно не систематизирована. Это, поскольку можно судить по открытым источникам, около 10 лицензионных участков. Все перечислять не буду. Добыча идёт на Средневилюйском базовое, на Мастахском месторождении, и готовится к пробной эксплуатации Талонское месторождение. Остальное, если смотреть по результатам торгов, это участки для ГРР, геологоразведывательных работ. Действительно, год за годом на учёт в ГКЗ становятся всё новые и новые объёмы. Сейчас более 700 миллиардов кубометров, и если работа пойдёт по плану, если геологи не подведут, если буковки П1 и П2 прогнозные превратятся в буковки Б и С, то речь идёт о триллионе кубометров. Более чем достаточно. Очевидно, что в Якутии монетизировать такой объём газа сложновато. Мне так кажется, если кто-то сомневается, можете посмотреть, как выглядит Якутия на день сегодняшний. Тем более, что это центральная Якутия. Снабжение якутских ГРЭС продолжается, разумеется, но это минимальный объём. Тот проект, который заявляла ранее ЕТЭК, это строительство магистрального газопровода от месторождений до побережья Охотского моря. Вслух не говорилось, но очевидно, что тот порт, который возник как угольный порт, мог быть вполне расширен. Строительство там завода по расширению природного газа, строительство ещё одного порта или расширения уже имеющегося, и так далее, и так далее. То, что здесь в этом пресс-релизе, который мы сегодня увидели, это не отказ от этого проекта, это сдвиг его вправо. Причина тоже понятна. Если строить от этих месторождений до Охотского моря трубопровод, это почти полторы тысячи километров и два горных кряжа. Становой хребет надо каким-то образом растекать. То есть будет очень дорого, плюс строительство самого завода, плюс та ситуация, которая у нас есть со строительством СПГ-танкеров, и так далее, и так далее. По-моему, совершенно разумное решение, просто подождать, пока хоть немножечко придёт всё в порядок. Многочисленные слова о том, что мы способны производить оборудование для СПГ-проектов, о том, что мы умеем производить танкеры. Очевидным образом, от частной компании «Идитек» это никак не зависит, и здесь нужна просто пауза. Решение, которое мы сегодня прочитали, ну, давайте попробую объяснить, почему я считаю, что это исключительно вовремя сделано. Несколько неожиданно, конечно. 15 октября сего года, российская энергетическая неделя, выступление Владимира Владимировича Путина. Процитирую, достаточно длинная, но, на мой взгляд, она того стоит. Растущий спрос на электроэнергию предъявляет цифровая экономика, включая инструменты искусственного интеллекта, блокчейна, объекты хранения и обработки данных. По некоторым оценкам, потребление энергии дата-центрами в мире уже сопоставимо со всей тяжелой промышленностью. Очевидно, что направление, о котором только что сказал, является мощным фактором развития. Оно во многом определяет глобальную конкурентоспособность стран, эффективность национальных экономик и качество жизни людей. А значит, наши планы по развитию отечественного топливно-энергетического комплекса должны учитывать все эти тенденции. Мы так стараемся сделать. В том числе предлагаю нацелить на снабжение цифровой экономики дата-центров объекта локальной генерации, станции, где используются ресурсы, которые специалисты называют запертыми. То есть, их далеко и дорого перевозить, а значит, эффективнее использовать на месте добычи. Точка. Ну и последняя фраза из этого же выступления. Прошу правительства представить предложение по организации такой модели. От правительства мы пока ничего по этому поводу не слышали. Тоже можно понять, что у нас происходит в топливно-энергетическом комплексе. Надеюсь, всем хорошо известно. Мягко будет сказано, некоторые проблемы на внутреннем рынке нефтепродуктов. Кризисные тенденции в угольной отрасли тоже никуда не делись. И поверх всего этого срывы конкурсных отборов мощности на строительство новых электростанций на юге, на Дальнем Востоке, в Сибири один за другим. Понятно, что реагировать с такой скоростью, которую требует президент, у правительства сейчас не очень получается. Ну, что мы наблюдали? У нас сегодня прошло меньше двух недель с момента окончания Российской энергетической недели. Первая заявка о том, как использовать запертые энергетические ресурсы, была продемонстрирована компанией Росгидро. Это мы уже обсуждали. 150 мегаватт зарезервировано по соглашению с компанией АФК-системы для строительства судов. Это генерация, идущая на Усть-Средниканнской ГЭС, вторая ГЭС Колымского каскада, да, это Магаданская область, это Центр обработки данных. И вот сейчас еще один вариант, который предлагает теперь уже Якутская топливно-энергетическая компания. Реализуя, кстати, слова Алексея Миллера, сказанные на Питерском международном газовом форуме, о том, что спрос на газ будет расти, в том числе, и за счет цифровой экономики. Вот мы и наблюдаем. Теперь, что касается тех участков, на которых добыча Якутской топливно-энергетической компании ведется уже сейчас, то есть там не будет никаких пауз. Я уже назвал, Средневилюйское месторождение, это даже по якутским меркам совсем недалеко, да и по нашим меркам недалеко, 100-150 километров, лицензионный участок, он достаточно обширный, но вот такое расстояние 100-150 километров. Мастахское месторождение ровно то же самое. И Талонское месторождение, которое готовится к эксплуатации, тоже совсем недалеко. То есть очевидно, что, на мой взгляд, на самом деле пресс-релиз достаточно короткий, центром будет поселок Козыл-Сыр. Да, он небольшой, но там имеется собственный аэропорт. Даже если речь идет о содах или о каких-то майнинговых фермах, все равно людям туда добираться каким-то образом надо, ремонтную базу иметь какую-то надо, работа в режиме вахты, ну, наверное, не самый оптимальный вариант, поскольку это производство, которое должно идти в режиме 24 на 365. Что это означает для Козыл-Сыра? Ну, мне сейчас даже сложно сказать, мыслей много, самых разных. Заявленная 200 мегаватт мощности, это электрическая мощность. Очевидным образом, что это уже электростанция, которая там же в поселке возникнет. Будет это газопоршневая или газотрубинная электростанция, совершенно не важно. Важно, что помимо выработки электроэнергии, это в два раза больше выработки тепловой энергии. Если речь идет о 200 мегаваттах стартовых, то это 400 мегаватт тепловой энергии. Помимо того, что будет давать тепло еще и само оборудование центров обработки данных или майнинговых фирм, потому что как участники проекта решат. Огромное количество тепла. Если говорить о общей заявленной мощности, до 2 гигаватт, ну, это совершенно колоссальное количество. Кызыл сыр, где зимой до минус 61, зима 9 месяцев в году. Первое, конечно, что в голову приходит, это огромное количество теплиц, в которых будут выращивать киви, манго и прочий ананас. Но если говорить серьезно, это, конечно, совершенно другой уровень жизни в этом поселке, это централизованное отопление, это возможность строить новое жилье, это возможность ввести еще какие-то проекты. Разумеется, я высказываю только свои личные соображения, что мы имеем в Кызыл сыре. Много газа, много тепла. Те, кто знаком с тем, что такое газовая химия, по-моему, уже все понимают. Большое количество тепла требуется при производстве аммиака, и далее вдоль всей этой производственной цепочки вплоть до карбамидов. Точка. Карбамид – это сельскохозяйственное удобрение, спрос на него внутри самой России более чем достаточно. Если говорить о зарубежных поставках, то ближайшая к Якутии зарубежная страна называется Китай. Спрос на сельскохозяйственное удобрение там приблизительно в бесконечность. Что требуется для производства аммиака, аммиачной селитры и карбамиды? Очень много тепла. Для сушки карбамиды, для всех производственных процессов. Может быть, как вариант, то, что мы видим цифровое направление, это только начало. Хочется в это верить, потому что в том случае, если вместо борьбы за место под солнцем на мировом рынке СПГ переход вот в такое направление, на всякий случай, для тех, кто не помнит, напомню, карбамид – это гранулы, гранулы – это бигбеки. Бигбеки – это склад, да, река Вилюй в наличии, оказалось, расстоит именно на этой реке, и даже короткий навигационный период позволяет вывести это туда, где начинается железная дорога, то есть в Якуск. И если вот эта бизнес-идея получит свое дальнейшее развитие, ну, на мой личный взгляд, я повторяю все, ни в коем случае не пытаюсь догадать, что будет делать якустская топливно-энергетическая компания, вот это направление, да, было бы совершенно логично с технической точки зрения. Много тепла, много природного газа, отсутствие трубопровода, которое позволяет выводить газ на большие расстояния куда-то к побережью либо Северного Ледовитого океана, либо к побережью Охотского моря. Значительно меньшее вложение, что в наше счастливое время, когда у нас настолько низкая ставка на Центробанк, тоже лишним не будет. Тем более, что монетизация за счет использования в цифровой экономике достаточно быстрая, короткая, можно, во всяком случае, все возможности для того, чтобы проектировать дальнейшее развитие, тоже есть. На мой взгляд, если вот в этом направлении пойдет, то да, это абсолютно железная логика. Вместо того, чтобы сражаться за производство и экспорт СПГ, заняться производством того, что заведомо имеет спрос, не имеет всевозможных рестрикций со стороны немножко одещавшего Запада. И для такого славного места, как Центральная Якутия, это новый производственный кластер, такой, я бы сказал, тройной, цифровая энергетика, тепловая энергетика, позволяющая действительно много чем заниматься, помимо газовой химии, ну и центр газовой химии, центр производства именно карбамидов. Аммиак, это жидкость, хранить сложно, аммиачная селитра, это жидкость, хранить сложно, карбамид, все, что требуется, хранить на теплом складе. С учетом количества тепла, которое там будет генерироваться, точно технологически решаемая задача. Вот такие размышления. Мне кажется, что проект, во-первых, важен, потому что он показывает правительству, которому Владимир Владимирович посоветовал задуматься, а это уже живые примеры. Один гидроэнергетический от Росгидро в Махгаданской области, а второй, вот как мы наблюдаем, газовый в центральной Якутии. Да, звучит необычно, мы привыкли, что промышленность у нас все-таки развивается ближе к нашим столицам и так далее, и так далее, жизнь диктует совершенно новые направления, которые пока, наверное, еще на уровне правительства не успели осмыслить, а как ни удивительно, частный капитал, АФК-система в Магаданской области, якутская топливно-энергетическая компания в центре Якутии, почему я подчеркиваю, что центр Якутии, Якутия, ну, вот можно пытаться подобрать какое-нибудь другое слово, но мне приходит в голову только одно, она огромна, 3 миллиона, более миллиона квадратных километров, более 3 миллиона квадратных километров, поэтому юг Якутии, район Нирюнгре, где традиционно идет угольная добыча, да, самая развитая часть, самый развитый регион Якутии, если промышленность пойдет в центре Якутии, да, это совершенно другой подход, и мне кажется, что можно пожелать только успехов на этом пути, то, что цифровая энергетика, ну, если кто-то в курсе, как работают все эти электронные штучки, их требуется охлаждать, охлаждать в Якутии значительно приятнее, чем в Ставрополье и в Краснодаре, а то количество тепла, которое есть, позволяет работать в совершенно комфортных условиях, такой живой пример, как можно все это обеспечить, нам продемонстрировала неподалеку от Ханты-Мансийска «Газпромнефть», построившая, ну, так скажем, торговый мол в качестве центра своего добычного проекта, то есть люди, работающие на лицензионном участке, живут внутри огромного здания, общая площадь более 25 тысяч квадратных метров в комфортабельных условиях, со всеми умными домами и прочими спортивными центрами, все, что позволяет себя чувствовать даже в таких широтах, совершенно уверенно. Может быть, мы увидим нечто подобное в Якутии, но это я уже сильно разогнался вперед. Во всяком случае, мне кажется, что проект весьма и весьма перспективен, особенно с учетом того, какие объемы газа имеются на лицензионных участках якутской топливно-энергетической компании. Новое начинание для нашего севера, для нашей Арктики, собственно говоря. Я не очень понимаю, кто и как определяет, что такое арктическая зона. Мне кажется, что там, где есть вечная мерзлота, это и есть Арктика. Но, тем не менее, только север Якутии входит в арктический кластер наш. Будем надеяться, что это вот такое освоение севера за счет технологий действительно уже 21 века, а не 20-го, как мы это видели во времена Советского Союза. Так что не все так плохо у нас с полимерами. Слово полимера я сказал совершенно не случайно, но я думаю, об этом как-нибудь в следующий раз поговорим. Борис Анатольевич, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика. Инфо ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Присоединяйтесь к ожиданию новостей из центральной Якутии. Всем всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok